Онкология остается одной из важных медико-социальных проблем современного общества. Каждый год в Вологодской области выявляют более 4 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ситуацию с количеством заболевших и смертностью в Великоустюгском районе по сравнению с другими районами области назвать благоприятной нельзя. Во многом это зависело и от отсутствия онколога, который смог бы диагностировать рак на ранних стадиях. С 5 сентября эта проблема решена. Андрей Аглуздин после окончания вуза приехал в Великий Устюг по целевому направлению и должен проработать в нашем городе 3 года. Молодому специалисту будет оказана материальная поддержка и обеспечение жильем. Первые приемы Андрей Михайлович уже провел. Великий Устюг пришелся по душе. Бегаю, тут много парки, езди побегать по улицам, но в основном хожу в зал. Тоже он находится на Советской улице, по-моему, как раз и прохожу, смотрю, много молодежи там. Там церковь, там выход как раз к набережной. То есть очень красиво, приятно. Также приятно глазу заходить по дворам, то есть видеть ухоженность и клумбы с цветами. То есть действительно все для людей. Это очень приятно видеть. Андрей Аглуздин с детства мечтал стать врачом и приносить пользу людям. Онкологию выбрал не случайно, так как будучи коренным череповчанином, считают, что это заболевание одно из лидирующих в его родном городе и на ближайших территориях. По словам специалиста, это связано в первую очередь с экологией, которая испорчена вредными выбросами. Вижу в этом перспективу изучения онкологических заболеваний, потому что множество из них не изучено полностью, не изучена их до конца. Этиология, откуда они произошли, в принципе, сейчас до сих пор находят множество мутаций, большинство заболеваний, то есть находят новые способы лечения. И это будет развиваться, то есть вкладываются большие деньги и средства, и человека частые, то есть в принципе работа ведется. С помощью специальных методов лечения, химиотерапии, лучевой терапии, оперативного лечения возможно продлить жизнь человека. Но на последних стадиях полностью вылечить рак практически нереально. Сегодня появляется много современных химиотерапевтических препаратов, которые позволяют пациентам жить значительно дольше, чем раньше. Доказано, что возникновение свыше 40% раковых заболеваний можно было предотвратить при условии соблюдения элементарных норм здорового поведения и профилактики, а также ранней диагностики. Первое – это профилактика, то есть тоже курение, нужно ограничиться, либо в лучшем случае избавиться. Также очень большое влияние в последнее время, там много работ о том, что влияние все-таки имеет нарушение баланса обмена. Ну то есть нарушение обмена, то есть это ожирение и повышенная масса тела, потому что большинство заболеваний, не только онкологических, но и сопутствующих, которые также могут в частности усугубить, либо привести к онкологии, это вот дисметаболический синдром, сахарный диабет и заболевания почек, также могут на почечников. За два дня приема за консультация к онкологу обратились более 30 устюжан. Андрей Михайлович принимает взрослое население, но в отдельных случаях может оказать медицинскую помощь и детям. По информации Великоустюгской ЦРБ, в ближайшем будущем в Великий Устюг ожидается приезд врача-уролога и невролога. С 5 сентября в Великоустюгской поликлинике начал прием врач-онколог. Записаться к врачу можно через регистратуру. Данное расписание он выставляет самостоятельно, с 8 до 2 принимает прикрепленное население Великоустюгского района. То есть тут надо задумываться, если человек, например, иногородний, то, скорее всего, ему в приеме откажут. Прием специалиста-онколога ведется по адресу Советский, проспект 46, на базе хирургического отделения взрослой поликлиники. Приезд онколога в Великоустюг – долгожданное событие. Ведь больным людям по любому вопросу приходилось ездить в областной онкоцентр, что доставляло много проблем. Оценили появление нового врача, в первую очередь, коллеги-медики. Появился у нас онколог, долго мы его ждали. Сейчас значительно облегчится помощь онкологическим пациентам в плане консультативной. Конечно, пока мы не сможем оказывать им химиотерапевтические мероприятия, но в плане консультативной помощи им будет большое облегчение. Раньше, чтобы попасть на прием к онкологу, им приходилось ездить в областной центр, в город Вологду. Это надо было предварительно сначала записаться, 8 часов ехать на маршрутке. Приедешь туда, там нужно было сидеть в очереди. Их посмотрят, проконсультируют в течение 20 минут, полчаса. Им приходилось снова ехать обратно 8 часов на маршрутке. У них состояние и так тяжелое, и поэтому очень было тяжело для онкологических пациентов. Сейчас с появлением онколога это им значительно будет проще сделать. В планах молодого специалиста обживаться в Великом Устюге, повышать уровень знаний, участвовать в общественной жизни, ну и, конечно же, лечить Устюжан. Оксана Митинева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».